Сегодня мы готовы, сказал глава города Игорь Гусаров, делать реальные шаги для управления домовым хозяйством. Результатом должно стать с одной стороны снижение платы за коммунальные услуги для населения, с другой снижение дотационной части бюджета. Беловов был одной из первых ласточек в реализации энергосберегающих технологий. Первым делом необходимо было поработать в плане установки приборов учета. И когда жильцы многоквартирных домов при наличии счетчиков, к примеру, за тепло стали платить в полтора раза меньше, их уже не нужно было убеждать в необходимости таких шагов. Кроме того, значительная экономия ресурсов, как показала практика, достигается путем установки общедомовых приборов учета. С 2015 года, в соответствии с постановлением правительства номер 344 от 16 апреля 2013 года, при наличии технических возможностей установки на отсутствие счетового прибора учета, норматив отрепления энергетических ресурсов в жилом помещении будет рассчитываться с учетом повышающего коэффициента. Тепло – самая затратная часть расходов. Она составляет половину всей платы за услуги ЖКХ. И если автоматически не регулировать подачу тепла, жильцу приходится регулировать температуру в квартире с помощью форточки. А коммунальщикам изначально подавать лишнее тепло, которое потом выпускается наружу. Поэтому еще тогда, в 2011 году, местные власти, посоветовавшись с областными специалистами, решили установить погодные регуляторы. И установили их во всех 200 социальных объектах. Тем самым за два года сэкономили 20 миллионов бюджетных рублей. Затем оснащать всеми приборами стали дома в ходе капремонта и новое, вводимое в строй жилье. На сегодня это уже 27 домов. На сегодняшний день у нас вот эти погодные регуляторы и приборы учета, которые попадают под постановление, которое будет действовать с 1 января 2015 года, установлено прибором учета электрической энергии 1363 домов, то есть практически 100%. Холодной воды 146 домов, это 11%. Горячей воды 126 домов, это 14% от общего жилого хода МКД. И тепловой энергии 31%, а по простому 127 домов. Все это в комплексе позволило сэкономить от 70 до 380 тысяч рублей. То есть жильцы многоквартирных домов стали платить за коммунальные услуги на 2, а кто-то и на 3 тысячи меньше. Следующим шагом экспериментальной программы было создание системы по контролю за потреблением коммунальных ресурсов в автоматическом режиме с применением интернет-технологий. То есть создали диспетчерский пункт, и если объект подключен к нему, вся информация о потреблении энергоресурсов поступает туда. Вот конкретный пример. Школа номер 8, да, буквально в этом месяце отключили отопление. Тут же сразу отреагировали, да, то есть в хорошейший срок приехали, приняли меры и устранили эту неполадку. То есть сегодня мы как раз и вышли уже на другой уровень, то есть это обучение старших по домам. На сегодня в Белове процессом диспетчеризации готовы охватить все объекты, включая даже соседние города. То есть город технически готов до вступления в силу постановления о повышающих коэффициентах решить комплекс проблем по экономии ресурсов и снижении затрат. Для этого нужна грамотная работа домкомов, которые сегодня проходят обучение и желания жителей. Сегодня законодатель прописал, что право принять решение сегодня у дома. То есть они должны собрать собрание, принять решение первое по установке прибора учета, второе разработать или нанять фирму, которая квалифицированно могла бы разработать им систему мер по снижению затрат и принять решение, то есть установить прибор учета, оплатить за прибор учета, то есть за счет квартплаты. Технологий сбережения ресурсов означат и денег много. Важно не оставить жильца один на один с проблемами. Необходимость установки тех же погодных регуляторов сегодня уже понимают многие. Нужно лишь грамотно донести информацию до населения, считает Игорь Гусаров и специалисты учебного центра. Поэтому такая учеба для коммунальщиков еще обязательно будет проводиться в 2014 году.